Всем привет, это Зулин и сегодня мы читаем комменты на ютубе, короче, что может пойти не так? Главным образом я буду отвечать на комментарии с ролика про For Honor, последнего ролика на этом канале Потому что есть там довольно много справедливых моментов критики, на которые я хочу ответить И как-то поправить себя в местах, где я действительно был неправ И объяснить, возможно, немного более подробно свою позицию по моментам, где я немного не согласен Главное, перед тем, как мы начнем, я хочу сказать, конечно, огромное спасибо вам За ваше время, за ваше внимание и за то, что вы вносите вот эту вот дискуссию Весь этот Зулинс влог Это действительно важно и это помогает И это то, что, мне кажется, двигает нас всех как-то немного вперед от этой вот самой дискуссии Так что ролик был принят в целом, кстати, хорошо, поэтому огромное спасибо всем И я очень рад, что многим понравилось Ну да, несколько моментов есть, по которым я хочу поправиться, как-то немного дополнить И давайте, собственно, начнем это делать Играю уже очень долго, еще со времен Бет И это нытье забавляет меня Как и другие многочисленные обзоры обижонок на фону Все претензии настолько нубские и наивные Бедные юбики, видимо, не ожидали Столько долбоебов в этом мире Долбоебов в этом мире очень много Я полностью согласен с Иван Петров Я желаю Юбисофт большой силы и большого терпения для них Ну, начнем с малого, да? Я немного криво в ролике описал цифры репутации брони вот этого всего Значит, давайте поправимся Вот эта вот цифра, о которой я говорил, да, репутация Помимо уровня престижа, у него есть просто уровень То есть у вас может быть, вот у меня с Игоки, восьмой уровень героя Но при этом первый престиж Для удобства мы в этом ролике в дальнейшем будем называть престиж просто левелом Потому что вот эта цифра внизу вообще ни зачем не нужна в игре То есть не плеер-левел, да, не левел самого игрока, а левел героя И для каждого героя ранг репутации разный Ну, вот у меня с Игоки, да, вот он первый левел Все остальные, в общем-то, нулевые, да Но при этом Matchmaking for Honor учитывает не левел твоего конкретного героя А некоторый общий показатель То, что Юбисофт сами называют скилл-левел Они не очень говорят, что именно в это входит Но это такой некий скрытый ММР, да Куда вроде как входят в среднем там твои показатели Там на разных режимах, на разных героях и все такое И вот в теории это так и работает Ну, просто потому, что тупо выбор героя происходит уже после того, как лобби создано Так что именно вот этот факт, да То, что Matchmaker не учитывает ранг репутации героев Позволяет вот этим играм, где там 17-й ранг играет против второго Да Это объясняет ситуацию, но это ей не очень сильно помогает То есть это все равно, в моем понимании, не совсем правильно Потому что у чувака с 17-й репутацией на героя явное преимущество против другого чувака У которого там вторая репутация на его героя Просто потому, что явно он дольше за него играл И Matchmaking по-хорошему должен это учитывать Может быть, помогло бы, если бы в игру добавили возможность выбрать героя До того, как ты нажмешь поиск игры Это бы помогло, мне кажется, забалансировать команды в этом смысле Но это уже такая мета, и там по-разному можно к этой ситуации подходить Но главная мысль в том, что да, я все еще считаю, что это плохо Просто немного по другим причинам Про гринд ты не прав, дорогой Третий ренуавн для топ-гира берется за 3-4 дня ненапряженной игры на квестах К тому же, когда ты качаешь до того самого третьего уровня Тебе падает много гира, который ты и носишь, пока качаешься На третьем ранге после матчей тебя начинает падать фиолетовый гир Если сильно не горит, сундуки можно не покупать вообще Проблемы начинаются, когда тебе нужно точить его до 18+. Вот сюда и влетает много стали Ну, пункт первый, да, про гринд, про количество гринда я действительно немного пережал Я в ролике сказал, если вы помните, что-то про месяц-полтора, да? На одного персонажа, чтобы 108 ранг открыть что-то типа месяц-полтора Придется погриндить Ну, я думаю, с этим можно жить Ну да, тут я немного не прав Хотя я не думаю, что я не прав настолько, как пишет Crash Потому что все-таки не 3-4 дня Может быть, если играть в игру эти 3-4 дня, там, нон-стоп с утра до вечера То, ну окей, да, можно поднять Но я думаю, что реалистично это что-то ближе к неделе Двум неделям на героя И есть вот какой нюанс, да, в ролике я вроде как напрямую не сказал Но определенно сформулировал так Что кажется, что я говорю, что Можно просто купить эту игру Зайти в нее Быть полностью нулевым, да И сразу купить себе Все топовые шмотки за деньги Это не так Это моя ошибка Я должен был сформулировать это лучше И донести это Это не так Для того, чтобы купить все, тебе нужен третий ранг репутации Который добывается уже упомянутой там недели полторы-две Для каждого конкретного героя И вот когда герой становится третьего левела Вот тогда ты сможешь слить всю сталь на сундуки И купить там себе все шмотки, которые тебе нужны И я сейчас даже не касаюсь заточки, о которой Crash говорит Но эта ситуация вся уже, мне кажется, немного нечестная по отношению к игроку Во-первых, ты все еще будешь вынужден гриндить вот эти вот три уровня репутации Среди людей, у которых уже есть этот шмот Матчмейкер все еще матчит тебя по твоему плеер-левелу Который у тебя высокий к этому моменту Поэтому если ты захотел поиграть за нового героя и одеть его, да То первые три уровня репутации То есть, ну вот около недели, да, как минимум Ты будешь играть с людьми, у которых все уже есть Потому что игра матчит тебя по плеер-левелу Но это касается 4x4, ты можешь, конечно, гриндить 1x1, 2x2, да Но гипотетически, если ты большой фанат режима 4x4 И ты хочешь играть там, то у тебя нет выбора Тебе придется играть в дисбалансанном состоянии постоянно Пока ты не получишь третью репутацию И ты, кстати, можешь купить себе еще бустер-экспы за реальные деньги тоже За сталь ты его тоже можешь купить, конечно Но он стоит дорого, и это трата денег на самом деле То есть, уже вот эта система гира, да, она уже влияет на твой плеер-экспириенс негативно Без особых, в общем-то, на то причин И второй момент, которого я тоже коснулся в ролике Правда, совсем чуть-чуть И сейчас я попробую немножко это дело развернуть, совсем чуть-чуть Оптимальный способ гринда заключается в том, что ты, как бы, играешь в For Honor До того, как твой герой не станет третьего левела И все это время ты терпеливо копишь сталь Ты не тратишь его Запротивляешься, короче, искушению покупать сундуки, покупать косметики И вот это все, и копишь, хордишь свою сталь до третьего ранга И уже потом ты ее полностью тратишь на штуки До тех пор, пока у тебя не будет, в общем-то, 108-й затар там И все, что ты хочешь Более того, после каждой игры, если тебя, конечно, не отсоединило ее в середине Что очень даже, возможно, произойдет После каждой игры тебе дают, там, шмотку-другую бесплатно Это, как правило, средний шмот, да И его, там, есть смысл разбирать, наверное, да И не особо с этим запариваться Но, тем не менее, да, умеем, что дают Но так и вот, в связи с этим у меня вопрос А зачем в игре вообще есть функция купить сундук До того, как у тебя не будет третьего ранга репутации? Ну, правда, зачем в игре есть эта функция? И я вижу в этом только один ответ, да Для того, чтобы тупые нубы, вроде меня Слили половину своей стали в юрли-гейме до третьего левела на эти сундуки Ну, потому что они еще не знают, как эта вся система работает Да и не прочитали форумов на эту тему А в тот момент, когда эта сталь реально понадобится Когда уже третья репутация наберется Опа, не, а куда, куда делась вся сталь? А куда, а че, че, а где? И тогда уже можно и денег закинуть, раз потратил Ну, то есть это тупо разводка, психологическая манипуляция и мобильный гейминг О котором я говорил, собственно, в первом ролике Поэтому у человека, который донатит, есть преимущество Он не связан вот этим вот давлением, да Что, бля, я хочу вот это Но если я это куплю, то мне гриндить еще неделю, чтобы это компенсировать Но помимо этого, в игре есть еще и заточка снаряжения На которую тоже тратится сталь И наковальня Так что даже если ты достал все шмотки, которые ты хотел Тебе еще надо их точить А если у тебя заканчиваются наковальни То тебе нужно потратить еще сталь Для того, чтобы разблокировать еще шапки Чтобы их разобрать на наковальне И тогда уже продолжать дальше точить свое снаряжение Так что да, вот этот аргумент Что в игру ничего не надо донатить И весь контент, и весь гир Ты разблокируешь просто играя в игру, да И в адекватное время Ну, я в него не верю Это теоретически может произойти Но только если ты все сделаешь правильно И тебе еще повезет там моментами Это теоретически возможно, да Но я не думаю, что это будет самый частый сценарий И самый популярный экспириенс, скажем так, у игроков Фридрих де Гроссе пишет Автор предвзято... Я, кстати, не понимаю, откуда, короче Откуда вот это берется, да Это не первый коммент Где есть фраза о том, что я предвзят Или я как-то специально Пытаюсь игру закопать Потому что там я ее ненавижу как-то Нет, ребят Я не могу сказать, что я на 100% объективен Потому что такого не бывает Да, мы все живые люди Но я искренне хочу фараонер успеха и долгой жизни Я просто переживаю за то, что этого не происходит И я вижу как бы тренд Я вижу, что с ней происходит что-то полностью противоположное Возможно, Steam Charts тоже предвзят, короче Но тут уже надо у них спросить Сталь копится элементарно Анимация стоит дорого Не покупай анимацию Покупай сундуки и усиляй героев Какие проблемы? Почему? Почему не покупать анимацию? Почему игрок вообще стоит перед этим выбором? Что он может купить себе какой-то косметик Какой-то косметический эффект в AAA игре за полную цену Но это сильно повредит его core геймплею Потому что эти анимации, эти косметики Они стоят очень дорого в плане стали Я могу провести параллель разве что с ММО какими-нибудь Типа Ленаги Я знаю, что сейчас 2017 Но ни в одну другую ММО я так долго не играл Ну то есть вот там, да, ты можешь Типа вот у тебя есть 3 ляма золота И ты можешь потратить ее на топовый бэшмот какой-нибудь А можешь ебучую шапку на голову купить Но это полностью фри-то-плей И это вообще ММО А Фаронер это мало того, что AAA за 60 баксов 2000 рублей в России Так это еще и не ММО Это ненормальная ситуация И это очень сильно антагонизирует игрока Она его отдаляет То есть она ему говорит Нет, тебе нельзя Тебе запрещено, да Если ты хочешь этот косметик То изволь, короче, слить на это всю сталь И из-за этого еще ближайшую неделю Там тебе надо будет гриндить Чтобы это компенсировать И это будет очень мучительная неделя для тебя Если ты любишь 4х4 Зачем? Куча игр делает косметики Косметики это вообще что-то, что в подобной игре По моему представлению должно открываться За какие-то ачивки, да За какие-то достижения твои То есть ты вот хочешь, чтобы вокруг тебя, короче Вокруг твоего ороча лепестки сакуры летали Тебе для этого надо убить там 100 рыцарей Или что-то в этом духе И тогда ты получаешь эту ачивку Это тяжело получить, короче Но вот когда ты ее получил, все знают О, клево, вокруг него лепестки сакуры, короче, летают Это типа окей система, да Но когда ты такой Блин, хочу, чтобы вокруг меня летали лепестки сакуры Но если я это сделаю себе Я могу себе это купить Но если я это сделаю То мой персонаж будет полностью не одет Еще в ближайшую неделю Потому что это дерьмо стоит 7 тысяч стали Что этот момент добавляет игре? В чем этот момент делает ее лучше, а не хуже? Потому что я не могу придумать ни одного такого момента Для меня вся вот эта вот история Она полностью негативная И если бы ее не было То For Honor была бы лучше, как игра А может быть не приносила бы столько денег Ubisoftу, как игра Но она была бы лучше, как игра А деньги Ubisoft это не мои проблемы Кто тебе сказал, что в эту игру вообще кто-то деньги ложит? Никто ничего не ложит У меня три персонажа со 108 шмотом Два четвертых престижа и один третий Я ни рубля не вложил и играл где-то месяц По 3-4 часа вечерком после работы или на выходном Видишь, Фридрих, я не говорю, что я тебе не верю Или я не обвиняю тебя в том, что ты врешь В конце концов, это интернет И кто в интернете будет говорить неправду Но мне кажется, что возможно это может быть связано с тем Что ты заранее прочитал там какую-то инфу Или тебе кто-то рассказал И ты делал вещи все оптимальным образом О котором мы говорили выше Количество времени, которое ты играл в игру, чтобы все это открыть Кажется мне персонально нереалистичным Но опять-таки я не думаю, что ты меня обманываешь И просто возможно ты, я не знаю, все 4 дня там только выигрывал Или только квесты выполнил Я не знаю Наверное, это как-то теоретически возможно Но я уверен Абсолютно убежден, что это не для всех происходит так же гладко В этой игре много проблем Но то, о чем говоришь ты Это инфа, высосанная из пальца В эту игру надо играть командно В командные режимы Один взял танка, второй убийцу Двое остальных гибридов Да, понятно Ну, знаешь, да Я согласен, что наверное Наверное, For Honor действительно веселее как-то и лучше И более эффективно в плане результата играть командой Играть там стаком из 4-х человек констой Как и во многие игры, где есть мультиплеер, да И где можно собираться в группы Правда, то есть Ну, какую игру не возьми, да Там Left 4 Dead Там, не знаю Dota 2 For Honor Что угодно Все это лучше, если у тебя есть стак С которым ты сыгран Не у всех есть стак Не у всех есть конста И это бывает иногда очень тяжело найти консту в интернете Если у тебя нет вот Трех-четырех друзей Которые постоянно играют ровно в ту же игру, что и ты Еще и в то же время, что и ты, да И всегда могут как бы пойти и с тобой это дело поделать Кроме того, некоторые игроки просто любят соло Я, например, такой Я больше люблю соло Экспириенс в таких вещах И нет ни одной причины, почему Соло-вариант должен быть урезан По сравнению с пати Когда в игру комфортно играть только с пати Это на 100% проблема И это проблема главным образом матчмейкера Соло-игрок не должен, короче, проходить через Всякую вот эту ебанину просто потому, что он соло Гладрус пишет Хороший ролик, хороший формат Спасибо! Эй, меня похвалили в интернете Алло, мам? Но со многим не согласен Может, это только я такой Донат раздражает Шмотки по-своему тоже напрягают Но, к слову, не так сильно Ведь есть же бойня и дуэль Играй там, если тебя совсем бесит система шмота Проблемы и большая разница не вижу, честно Видишь, Гладрус, ты мне нравишься Да, потому что ты сказал, что ролик хороший Но с твоим аргументом я совсем не согласен Да, я его не совсем понимаю Я думаю, что это что-то типа из разряда Ну, знаешь, когда какой-нибудь человек там комментирует за политику Или просто за социалку, да, и говорит Да, что-то у меня, короче, во дворе, блин Мусора до хрена, никто помойку не вывозит Все запаркованы, как мудаки, непонятно где Ему отвечают, что да, ну не нравится Ну и воли тогда в свою Америку, короче Блядь, предатель Родины, пидор Ну, то есть, мне кажется, что просто это не совсем верный подход, да В игре нет причины для снаряжения Ее нет, да, я уже говорил Оно ничего не добавляет в игру Оно превращает игру из скилл-бейст в билд-бейст Моментами, да, а это ощутимый даунгрейд Я понимаю, что если ты лоу-левел, но суперскилованный То ты можешь выиграть дуэль с чуваком в максимальном затаре Но, блин, это, дай бог, в половине случаев бывает А обычно это что-то типа вот этого Нет никакой причины изолировать игроков Которым неинтересна система снаряжения В эти отдельные гетто, да, 1-1 и 2-2 Нужно, я настаиваю, нужно дать режим 4x4 без гира Без снаряжения Это то, что игре нужно сделать Если кто-нибудь придумает один хороший аргумент Почему режим 4x4 без снаряжения повредит игре То я, короче, сниму видео, где я ем бумажку На которой написано, что я был неправ Но я очень сомневаюсь, что это произойдет Эндрю Медведев пишет очень много всего На некоторые из этого я уже ответил Но я все равно возьму этот комментарий Потому что Эндрю просто очень хорошо все написал И большой ему респект И спасибо за этот комментарий, правда Я понимаю, конечно, что у контент-креаторов В отличие от контент-консюмеров Меньше времени следить за новостями Но если у вас так душа за проект болит Чего же настолько отстаете от актуальных событий? Про блэкаут игроками For Honor И последовавшие реакции Ubisoft Вы, конечно же, не в курсе Зато продемонстрировали запись На вашем же ролике явственно видна надпись 11 days ago Ну, чисто гипотетически можно предположить Что эти 11 дней перелился ролик И вы решили тупо забить Ну да, к моменту того, как ролик был выложен Действительно, запись вот этого Девстрима Ubisoft произошла 11 дней назад Но, по сути, что это меняет? Ну да, определенно с тех пор происходили Какие-то штуки, какие-то события Там тот же вот блэкаут, о котором ты говоришь Это, грубо говоря, игроки For Honor Короче, на Reddit собрались И такие, Ubisoft нас не слушают Давайте резко, короче, перестанем играть в игру Все в один день, чтобы они нас услышали И Ubisoft вроде отреагировал Каким-то образом выпустил патч Который не решил ни одну из Вышепричисленных системных проблем Игры, за исключением того, что Сталь с квестов немного больше стали подгонять Да, но по большому счету Все остальное осталось, в общем-то, так же То есть никаких особых Нет-код улучшений Там были бафы, которых давно ждали Были нерф что-то такой Нерф ярости, я не помню, было ли нет Но мысль в том, что Я немного не за этим Этот стрим вообще показывал в ролике Я показывал этот момент в ролике, чтобы показать отношение Ubisoft к тому, что они сделали И, как я говорил в том ролике, этот стрим действительно причина, почему я его вообще сделал То есть даже если они сейчас все развернут в правильную сторону А пока, кстати, признаков этого нет Этот патч скорее похож на дэмэдж контрол, чем на какое-то серьезное действие То да, тогда, конечно, хорошо для них и все такое Но это все еще, эта запись все еще существует Она все еще показывает то, с каким подходом они все это дело запускали И как и что они думают, в общем-то, о рынке, на котором находятся Поэтому я считаю, что этот стрим Хоть он был 11 дней назад от ролика Он все еще актуален То, что Revenge Mode OP Разрабы признались уже давно и обещали все ребаланснуть Не, ну, хорошо для них Как бы хорошо для них Я, в общем-то, сразу сказал в ролике, когда я говорил именно о ярости Да, что это больше про баланс И это ничего такого, что нельзя исправить там через 1-2 патча Которые именно занимаются балансом И вот то, что я сейчас скажу, это касается немного баланса Да, и, соответственно, нет гарантии того, что это не изменится там через неделю после выхода ролика Но ярость в игре абсолютно сломана И я, конечно, рад, что это происходит Я просто не знаю, почему люди до сих пор защищают систему снаряжения Стали, гира, вот этого, этих рангов, всего такого А теперь мое имха Проблема игры в скудности контента Нет, я сейчас не про анлок всяких блестяшек и прочих ненужностей А об общей скудности геймплейной составляющей Всего в игре 2,5 игровых режима Дуэль, Бравл и Доминиен Остальные полный мусор А ПВЕ контент ужасно скучен как с геймплейной составляющей Так и в плане истории Особенно в кубе с русской локализацией На данном случае портить ей особо нечего было Ааа Не, ну, я согласен, что сюжетка, конечно, в For Honor Мне кто-то задавал этот вопрос Вконтакте, по-моему, что Ну, ради ПВЕ, может быть, можно в ней играть Не, ради ПВЕ там делать абсолютно нечего Там сюжет проходится за Часа 4, наверное, или типа того Может быть, 6, да И он Это, по сути, очень длинный тату-риал такой Где вас учат играть на нескольких героях И рассказывают историю про Да, про шоты такого, типа, местного, короче, средневекового джокера Который решил всех стравить ради каких-то причин, короче И вообще в Raider, короче, легендарный Это вот в плане истории По поводу скудности контента То, что ты говоришь Видишь, я с тобой, в принципе, согласен Но я просто не сказал бы, что это был фокус ролика Это не рецензия Я не планировал, что это именно будет рецензия или, там, обзор Это больше такой набор ремарок, да Набор каких-то замечаний Если бы это был обзор, да Я, безусловно, бы, во-первых, провел бы в игре больше времени Во-вторых, поглубже бы залез там в механике Вот в режимы игры, да В сюжетку Вот это, во все вот эти вещи Чтобы действительно разобраться, что именно в самой игре плохо Этот ролик был больше про то, что плохо вокруг самой игры Да, приняв, как бы, за основной факт, что игра сама, в принципе, в порядке, да Но то, что вокруг нее, ее убивает Это был месседж, который я пытался донести То есть не почему For Honor плохая или хорошая игра, да А почему от нее уходит плеербаза И мне кажется, плеербаза уходит именно по тем причинам О которых я вот говорил в прошлом ролике и выше сегодня А совсем не потому, что в игре мало режимов, да И, там, нет Capture the Flag какого-нибудь Или нет каких-нибудь еще приятных деталей, да Я думаю, что это как раз происходит из-за плохих бизнес-практик, плохого нет-кода Там еще каких-то деталей и вообще какой-то невнятной, в принципе, архитектуры всей этой игры Вне геймплея, да, все, что это касается Ну, то есть самый простой пример, о котором я не упоминал, да, в первом ролике вообще Что... или, по-моему, немножко упоминал Что когда ты ливаешь, да, из скатки Никаких штрафов Вообще никаких То есть ты ничего не можешь сделать, если человек рейш квитнул и испортил тебе всю игру И это, например, проблема И таких вот маленьких, но влияющих, короче, на твой экспириенс проблем в игре очень много И главное, что не просто маленьких, да, проблем Но проблем, которые очень элементарно решаются, которые не решены до сих пор То, что они сознательно игру топят, тоже слабо верится Ибо заранее продумали весь пост-лаунч-контент с новыми персонажами и картами Другое дело вопрос, будет ли всего этого достаточно То, что у них более-менее вышло с Rainbow Six Siege Сделать из говна конфетку, не факт, что у них получится с For Honor Я тоже слабо верю, что они топят игру специально Ну, то есть я не верю, что в Ubisoft там проводятся конференции в духе Итак, джентльмены, нам нужно сделать так, чтобы в For Honor никто больше не играл Есть идеи, потому что мы им и микротранзакции уже добавили И нет-код не рабочий, они все играют и играют Да, такого, конечно, скорее не происходит Но там скорее есть ситуация в духе, что вот Дизайн команды и разработчики непосредственно, они как бы делают там себе свой For Honor А откуда-то сверху, да, из офисов более высоких, да, начальства Приходят там распоряжения, которые нацелены больше на то, чтобы побольше денег и побыстрее И из-за этого как бы игра ломается и с этим ничего нельзя сделать То есть я уверен, решение экономить вообще на всем не было принято разработчиками игры Вроде бы глобально по поводу For Honor коснулись более-менее всего Давайте попробуем подвести немного итоги Значит, еще раз, да For Honor хороший, он мне действительно очень нравится И он действительно умирает То есть он показывает очень плохие знаки Я надеюсь, что он перестанет это делать И да, я допустил ошибки и небрежности, говоря о Стали и Гринде И о в целом прогрессии в игре Они определенно были Я надеюсь, что я подниму свои, короче, стандарты ресерчинга Чтобы поменьше пропускать таких ошибок Я определенно попробую это сделать И спасибо вам, что вы мне на них указываете Но я правда не думаю, что вот эти штуки, о которых я перепутал Что вокруг них все остальное сказанное отменяется Потому что факты налицо, короче И, типа, вот это вот Ну, вот это вот, то, что я вам уже показывал И мне кажется, это именно по этим причинам и происходит О которых я говорю Ну и раз мы все равно уже здесь Давайте еще комментов прочитаем Которые не про For Honor, короче Какую игру Золин еще не сравнивал с Dark Souls? Честно, я тоже считаю, что это, короче, должно прекратиться Но, блин Просто Dark Souls очень удобная в этом плане игра, да Она... В ней очень много есть того, что хорошо сделано И что другие игры очень часто тоже пытаются сделать и не могут То есть вот система стамины, да Баланс какой-то между гиром, да, твоим и скиллом игрока Прогрессия Подача истории специфическая Вот это вот, когда тебе никто ничего напрямую не говорит То есть Dark Souls Очень многие из этих вещей делают очень хорошо И другие игры тоже пытаются как-то этому подражать Или просто пытаются делать похожие вещи Но у них это получается хуже Потому что, типа, они не Dark Souls Поэтому очень удобно сравнивать именно с ними Но, да, я определенно согласен, что иногда чересчур И у меня села батарейка в камере, короче Погодите, пленка закончилась Сейчас Ёб твою Чё за ёбаный хипарь в рекомендованных? Хм Подстригись, свинья жирная Ай, наконец-то YouTube начал меня в рекомендации людям пихать Супер, да Да будет тебе известно, Олег не Олег Что эти роскошные локоны у меня раньше были даже длиннее Сейчас они где-то... Где-то вот посюда А раньше они были аж по пояс, короче И я советую тебе посмотреть более старые ролики на этом канале Ты оценишь Спасибо за комментарий Ты чисто голимый казуал Просто вонючий нытик Как и большинство современных таких бородатых унылых детей девственников Вообще-то Да будет тебе известно, что мои родители не были девственниками Я не ребенок девственников Я понимаю Я всегда был, короче, за сексуальное просвещение в школах И, ну, если у тебя не было, я вижу, да Давай, я тебе расскажу, откуда, короче, люди берутся, да И как это все работает Короче, когда два человека любят друг друга очень-очень сильно Их мозг выделяет огромное количество эндорфинов Что делает их счастливыми И посылает всяческие сигналы, в том числе и кровеносной системе И из-за этого пенисы этих двух людей становятся большими И потом эти два человека трутся пенисами друг об друга Читают небольшую православную молитву И потом идут усыновлять какого-нибудь очень мерзкого и плохо воспитанного ребенка Вот так появился ты Природа это магическая вещь, не правда ли? Пизд-зулин Не можешь даже без склеек Еблан Прими наркотик, что ли Склейки через каждые пять минут Сука, даун тупой Тебе не 50-60 лет Блядь, зла не хватает Ну, нет, на самом деле На самом деле проблема Я пытаюсь в последнее время, на самом деле, меньше пользоваться джампкатами Но у меня есть вот эта вот дурная привычка, да Которая у меня еще, вот как я ютубом начал только заниматься Да, вот она тогда и образовалась Это привычка писать сценарий к роликам дословно Да, и когда ты пишешь сценарий дословно То тебе нужно больше джампкатов Потому что ты боишься хоть на слово от него отойти Да, в последнее время я стараюсь от этого уходить И больше какого-то такого просто потока добавлять в ролики Это вот, что там на выходило, например, серия у меня на канале тоже Там довольно мало сценария, там практически нет То есть там есть, я пишу примерные планы на каждый ролик Но 80% всего, что я говорю, это по сути импровизация без сценария, да Поэтому там, возможно, этих джампкатов будет немного меньше И эти ролики будут продолжать выходить Так что, возможно, Бибуран, братья С 666 мемом на аватаре Возможно, тебе больше понравятся просто эти ролики Спасибо за комментарий тоже Нахер ты свою рожу показываешь? Голос за кадром? И ничего более? Мне нравится как категорично этот чувак, да То есть не просто, типа, не просто, типа Зульин, знаешь, ты уродлив То есть вот смотреть на твое лицо мне просто физически отвратительно И меня тошнит каждый раз, когда я смотрю твой ролик Потому что показываю Не мог бы ты перестать? То есть этого я бы понял, короче, но нет То есть как будто чувак всю жизнь борется, короче, с ютуберами Которые лицо показывают и вообще не... И вообще он, в принципе, лица человеческие как бы не любит Поэтому ему тяжело все эти видео смотреть Я не знаю, я выбираю показывать лицо Мне свое лицо нравится А что, у меня... У меня хорошее лицо Мне даже говорили, что оно у меня симпатичное Что с ним не так? Что не так с моим лицом? Я не вижу ни одной... Не вижу ни одной детали, которая с моим лицом была бы не в порядке И по поводу чего можно было бы читать комментарии на ютубе каждые две минуты Не могу представить себе ничего такого Ладно, я вас понял У меня, короче, монобровь есть, блять Ну, есть она, есть Вот так брови у меня растут Но это ничего, это не проблема Мы сможем решить эту проблему Я для этого применю, короче, технологию Zulens Vlog Я называю это выщипыватель бровей 9000 Это передается, короче, в моей семье из поколения в поколение Запатентованно, вот Короче, я вас сейчас научу Научу, как выщипывать брови Наиболее безболезненным и эффективным методом Короче, для этого вам понадобятся следующие вещи Пачка таблеток диабазола Салфетка И что-нибудь, чем перевязать У меня вот в данном случае есть, например Например, lightning провод для iPad Вот, ну все это, короче, вместе берем Салфетка это очень важный шаг, да Мы прикладываем диабазол, короче, к месту, с которого мы хотим Удалить бровь Перекрываем сверху салфеткой для более лучшего проникновения диабазола И перевязываем Прикладываем этот компресс На, блядь, какое-то время Немного поправляем, чтобы оно как бы покрывало место Вот И в конце ролика вы увидите, насколько это эффективно На какую камеру съемка? Я все снимаю на Canon 650D И такие на 16 мм объектив Я раньше снимал на полтинник Кеноновский Но он очень классный И он супер дешевый Он сделан, правда, из говна и палок Поэтому мой сломался И руки пока не дошли новый купить Но вот сейчас, да Сейчас я снимаю именно на 16 И вы можете видеть, какие тут Дикие, короче, искажения Можно вот так сделать, блядь Помимо этого я монтирую в Sony Vegas И микрофон у меня аудиотехника AT2020 Не берите Ни в коем случае не берите USB Вариант этого микрофона Берите XLR Потому что XLR гораздо лучше С ним будет меньше гемора Единственный минус, что нужно купить для него Конечно Аудиокарту, в которую можно воткнуть XLR Но я вам обещаю, вы не пожалеете Потому что я пожалел Я взял USB Совершаемые ошибки, блядь Начинающий Начинающий видеоблогер Ну, я понимаю, что жить в России И совсем обидеться Без дикарских завываний нельзя Ну, там Как раз Вон, недавно в прямом эфире Долго спорят Ебать Несовершеннолетних пьяных девочек Это норм Норм Но не совсем Или это она, короче Уууу Сучка сама Короче, виновата А нормальных пацанов Тебе посадят Но вот Кто виноват Так это Так это феминистки Феминистки, они, короче, все врут Безотносительно конкретной ситуации С этой конкретной бабой Фубля Ну, а помимо этого Охуенно, конечно Надо сказать, что Это комментарий Про Майти Номбер Найн И про, судя по всему Женщину Из Концепта Я Я рад, что тебе понравился Ролик На Майти Номбер Найн Вообще Я советую Персе На ночь Пару таблеток Это на самом деле Неплохо И Ну, вот мне, например Помогает, да Ну, а на этом Мы закончим Нашу сегодняшнюю встречу Если вам понравился Этот ролик И вы знаете, что делать Обязательно дайте мне Об этом знать В комментариях К этому видео Поставьте этому видео Лайк Это все очень Сильно помогает И правда Дайте мне знать Потому что я Практически никогда Не делал таких Видев С чтением Комментариев Да, поэтому Если это интересно Для вас То Определенно Можно что-то еще Такое поделать Для меня это было Довольно Интересно Хотя главный Тут, конечно Повод был Ответить про For Honor Но Я думаю, что С этой задачей Я как-то более-менее Справился Еще раз Спасибо огромное Всем за Вашу поддержку За ваше время И увидимся Совсем скоро Здесь на Хитбоксе Вы слышим Ирзулин И там На YouTube Ком Зулинц Влог Лучшие Бьюти-блоги Страны На YouTube Ком Зулинц Влог Бьюти-блоги Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok